На северо-востоке Волгоградской области, всего в 15 километрах от районного центра Жерновск, находится одно из самых удивительных аномальных мест в мире. На географических картах это место именуется Медведицкой горной грядой. На самом же деле, это цепь пологих холмов, самый высокий из которых не более 250 метров от основания. Очевидцы утверждают, что здесь творятся невообразимые для нормального человека вещи. Безобидные, а иногда и не совсем внезапные остановки автомобильных моторов, спорадические помешательства рассудка у местных жителей. Только тут могут быть сильные грозы, когда вокруг абсолютно безоблачное небо. Но больше всего пугает урочище Синяя гора. Его называют местом огненных шаров и склоном бешеных молний. Немногие решаются добраться до урочища и разгадать его тайну. Но иногда любопытство сильнее страха. Каждый день человек сталкивается с необычными явлениями природы. Некоторые опасны, другие красивы так, что захватывает дух. Третьи редкие и оттого еще более загадочные. Что такое шаровая молния? Удивительно, но никто до сих пор не может дать точный и обстоятельный ответ. Даже простые линейные молнии, низвергающиеся из черных грозовых облаков, не до конца изученное явление. Шаровые же. Истинная загадка даже при нынешнем уровне развития науки. Шаровая молния – это загадочное явление, которое будоражило, вообще говоря, и продолжает будоражить умы людей разных. Вот. Но вот постоянные знания вот на эту тему, то есть это всегда было очень трудно распределить, получить, обработать и так далее. Это самое обычное явление. Они пока таинственны, пока их не опознаны. Ну вот полтергейст, возьмем, что более таинственное. Мифы и легенды древности представляли шаровую молнию в самых разных обличиях, но чаще всего в виде монстров с огненными глазами. Первые документальные свидетельства об этом явлении восходят еще к временам Римской империи. А в русской летописи оно впервые упоминается в 1663 году. В один из монастырей пришел донос от Папа Иванища из села Новые Ерги, в котором сообщалось, что огонь на землю падал по многим дворам, и на путях, и по хоромам, и люди от него бегали, а он катился за ними, но никого не ожег, а потом поднялся вверх в облака. Многочисленные очевидцы по-разному описывают шаровую молнию. Яркий светящийся шар, не связанный с каким-либо источником электроэнергии, перемещается как горизонтально, так и хаотично. В редких случаях молния прилипает, например, к проводам и движется вдоль них. Нередко шар попадает в закрытое помещение через щель меньше своего диаметра. Исчезает молния так же странно, как и появляется. Может взорваться, а может просто погаснуть. Еще одна загадка ее в том, что, представляя собой некую газообразную субстанцию, молния не смешивается с окружающей атмосферой, а имеет довольно четкую границу шара. Шаровую молнию, кажется, здесь надо рассматривать в нескольких вариантах. Это все-таки именно и как геофизический процесс, тем более хорошо изученный. В Новосибирске профессор Дмитриев очень долго занимался изучением шаровых молний, тем более, что шаровые молнии, они бывают разные. Бывают, что-то называемые, низкоэнергетические шаровые молнии, которые, грубо говоря, не излучают такой страшный большой потенциал и не взрываются. Низкоэнергетические шаровые молнии, они часто возникают в зонах очень сильных тектонических разломов. То есть вот та вот энергия, которая идет из неба земли, она определенным образом скапливается, и в виде вот таких шаровых структур начинает некоторое время жить в атмосфере. Мы можем строить любые догадки, и серьезные, и не очень. Но все же, что такое шаровая молния? А может быть, кто? Непостижимая тайна природы? Или посланница высших сил? В Библии неоднократно встречаются описания загадочного явления, предельно похожего на шаровую молнию. В книге «Исход» говорится, что когда еврейский народ выходил из Египта, на протяжении всего пути его сопровождал столб огня и дыма. Но Библия не самый древний источник, в котором можно найти свидетельство шаровой молнии. Есть летописи и устные сказания, которые с самых незапамятных времен хранят истории о таинственных огненных шарах. В Таджикистане есть загадочный курган, сложенный из округлых камней. Местные жители из поколения в поколение передают легенду об огненном подземном царстве и живущих там злых духах. Иногда эти духи возникают на вершине кургана в виде горящих шаров, окруженных черным сиянием и запахом серого. Описаниями встреч шаровой молнии пестрят заголовки газет и журналов в самых разных уголках нашей планеты. Реальные и вполне правдоподобные свидетельства полны невероятных загадок. Я работала как раз за вклубом. Очень поздно домой ходила. Ну, пока есть молодежь, пока туда-сюда. И вот иду от... С клуба дважды видела такую, как вам сказать, как свеча вот. Вот есть или иголка, или как свеча, или вот такая вот висит. И вот я иду, она перемещается, перемещается, и вот как от котельной, и пошла в сторону Саратова. Это место на границе Волгоградской и Саратовской областей испокон веков пользуется дурной славой. Медведецкая гряда как будто притягивает к себе шаровые молнии. И, возможно, даже порождает их. Как они появляются? Что в себе таят? Эпицентр – урочище Синяя гора. Здесь зафиксированы сотни фактов, когда шаровые молнии возникали не только в грозу, но и в спокойную погоду. В любое время суток. Без всяких видимых на то причин. Внезапно появившись, огненные шары часами летают по одному и тому же маршруту по направлению границы Саратовской области и выжигают дыры или причудливые спирали в стоящих на их пути деревьях. Там и с самими деревьями появляются какие-то непонятные аномалии. То есть сами деревья, они распрут не как обычно, а их выкручивают каким-то образом. Вообще место очень интересное. С точки зрения геофизики, те приборные исследования, которые там проводились, показывают, что вот именно в этом месте очень повышен электромагнитный фон. С чем это связано, непонятно. Следы загадочных огненных шаров присутствуют в урочище повсюду. Например, странные выжженные рисунки среди густой травы. А еще здесь почти нет насекомых и ни одной птицы над синей горой. Местные жители утверждают, что шаровые молнии иногда разгуливают и по деревням, как у себя дома. Это было после обеда. Я легла отдохнуть, смотрела на стену и вдруг увидела вдоль этой стены двигался яркий шарик. Он был похож на солнечного зайчика или на пятно круглое от фонарика. Я не испугалась, я захотела его потрогать. Я протянула к стене руку и резко отдернула ее, потому что что-то закрохотало. Я спряталась под одеялом. Преодолев страх, Ульяна подошла к окну и увидела пожар. Это горел дом напротив. Шаровая молния выбрала себе другую жертву. И рядом с домом стояли два столба деревянных. И их верх был превращен в щепки. Люди отовсюду бежали и кричали и бежали с водой. Как свидетельствуют очевидцы, огненные шары движутся со скоростью пешехода в полуметре или чуть выше от земли. По ожогам на деревьях даже можно определить размер шара. Самая большая молния была в диаметре почти два метра. Вот представьте себе. Вот такая вот, может быть, чуть побольше. Шаровая молния примерно такого диаметра пролетает здесь. Естественно, она, может быть, даже не лавирует, может быть, она не пытается пролететь между деревьями. Как летела, так и летит. То есть пролетает, как говорят, как горячий нож сквозь масло. Пролетает мимо деревьев, объедая их со всех сторон. Деревья, как огрызки от яблок, остаются стоять. Шаровая молния улетает куда-то там вдаль по своим делам, мне непонятно. Молнии могут лететь против ветра и зависать над предметами. Также интересно, что одна и та же шаровая молния сжигала деревья на своем пути. Однако людей либо обходила, либо, проходя сквозь них, не причиняла никакого вреда здоровью. Один из таких случаев был зафиксирован в местной больнице. Там наблюдалась пациентка, сквозь которую пролетела шаровая молния. Женщина защищала от огненного шара своего ребенка. Получилось так, что молния несколько раз прошла и сквозь нее, и сквозь мальчика. Пострадавших в шоковом состоянии доставили в больницу. Но, как оказалось, их здоровью не было нанесено никакого вреда. Случаи, конечно, есть такие, когда описывается, что и молния человека преследовала, и буквально гонялась за ним не только там по квартире, а и в чистом поле преследовали эти шаровые молнии. У нас наподобие как раз случая произошел в Красновишевском заповеднике в Пермском крае, когда лесничий пытался тоже от шаровой молнии убежать, непонятно, почему происходило, что там, может, у него там или железо на нем было, или какие-то палки были. Действительно, какая-то непонятная биологическая вот эта вот связь, которая притягивает эти объекты. Спасся он только после того, когда сумел забежать старушку. В итоге молния в стекло ударила, взорвалась там осколками. То есть случаи-таки есть, но почему это происходит, это пока еще загадка, конечно. Жители деревень, расположенных вокруг Медведецкой гряды, часто вспоминают трагическую историю, которая приключилась здесь лет 15 назад. В холодный и сырой ноябрьский день пастух Юрий Мамаев, перегоняя оттару овец, присел передохнуть на охапку сена. Его напарник отлучился буквально по его словам на секунду. И когда оглянулся, то заметил, что вместо человека, как он выразился, сидел черный манекен. Не подавал признаки жизни, вызвали скорую помощь. Ну, в такую глушь, скорая помощь, я думаю, что самая ранняя приехала, часа через 4. И даже несмотря на то, что было холодно, тело положили на носилки, и, по словам врачей, носилки задымились. То есть оно еще было горячим изнутри. За последний век таким страшным образом погибли несколько сот человек. Пламя могло начать пожирать свою жертву и в закрытом доме, и на свежем воздухе, и за рулем автомобиля, и даже за штурвалом корабля. И, как правило, если горело тело, то одежда оставалась нетронутой. Мистика? Наваждение? Или еще одно зловещее свойство шаровых молний? Здесь, на Медведицкой гряде, другого объяснения внезапной гибели пастуха Юрия Мамаева искать не приходится. Возможно, в тот роковой момент он решил отдохнуть как раз на том месте, где веками проходил маршрут следования шаровых молний. Может, поэтому место это с древних времен носит зловещее название «Чертово логово». Конечно, тут грешили и на черта, и на дьявола, и на все, что угодно, поскольку само место, в общем, давно пользуется дурной репутацией, и это блудное место. Сюда ночью местные жители вообще стараются не соваться. И когда случайно или не случайно здесь работы заканчиваются за полночь, то говорят, как ни стараются, борозду на вот этом поле никак не могут проложить по прямой линии. То есть ночью эта линия кажется прямой, а при свете дня выясняется, что, оказывается, кружили на пустом месте. А дальше расположены невысокие холмы. Местные жители сторонятся этих мест. Их пугают странные подземные ходы непонятного происхождения. Даже специалисты говорят, что на обычные пещеры они совсем не похожи. Возможно, преграду в виде холма шаровая молния может преодолевать под землей, буквально прожигая ход в нужном для нее направлении, ни на сантиметр не отклоняясь от своего маршрута. Это еще одно фантастическое свойство шаровой молнии. Вот очень хорошо видно старые стенки, которые слегка обожжены. Хотя материал стенок настолько хрупкий, что, кажется, пещера должна обвалиться, но что-то держит стенки пещеры кроме самого материала. То есть, по предположению геологов, стенки предварительно были обожжены. Для того, чтобы обжечь стены этой пещеры, необходима температура, которую достигают в доменных печах. В ноябре 1975 года в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья о шаровой молнии. К статье прилагались письма читателей с подробными рассказами и свидетельствами встреч с загадочными огненными шарами. К одному из писем была приложена фотография оконного стекла с круглым отверстием, которое оставила после себя шаровая молния. Края отверстия оплавлены. И в то же время известны случаи, когда шаровая молния проникала в салон самолета, не нарушая герметизации. Все эти невероятные рассказы пугают, настораживают, удивляют, но никак не дают ответа на нужный нам вопрос. Что же такое шаровая молния? И почему именно здесь, на Медведицкой гряде, их так много? Возможно, здесь они зарождаются, и именно отсюда, как из осиного гнезда, начинаются их зловещие путешествия. А может, это даже и не шаровые молнии, а еще более загадочные плазмоиды, то есть сгустки ионизированного газа и магнитного поля. За последние 20 лет в этом районе работало несколько десятков экспедиций. Несмотря на тщательные исследования, никто не может дать научных объяснений происходящему. Ясно одно, огненные шары и тоннели как-то связаны между собой. Но какая сила управляет молниями или плазмоидами, пока неизвестно. Возможно, тайна Медведецкой гряды скрыта еще глубже под землей. В этом месте очень повышенный электромагнитный фон. С чем это связано, непонятно. Может быть, там действительно есть какие-то разломы, может быть, там есть залежи каких-то железнорубных пород, которые сами по себе уже являются определенным генератором. То есть они вот притягивают такую энергию фактически, как огромные магниты. Но чаще всего на нашей практике вот именно явления, связанные с кем-то вот шаровыми молниями с такими светящимися объектами, вот ими шарообразными, которые нельзя назвать летающими тарелками, возникают именно в зоне тектонических разломов. То есть все-таки я считаю, что в первую очередь это геофизический процесс, и уже во вторую очередь аномалий. Так вот эти шаровые молнии или плазмоиды, вероятно, выходят из глубин почвы. То есть, скорее всего, за их генерацию могут быть ответственны те же самые геологические разломы. Некоторые исследователи склоняются к одной из самых невероятных и в то же время похожих на правду гипотез. Наша планета является живым существом, частью большого космического организма. Для молнии отводится одна из самых важных ролей — выполнять функцию нервной системы, быть частью нейронной сети. Это каналы связи между отдельными частями единого организма, более быстрых и эффективных способов передачи информации, как с помощью грозовых разрядов молний, у Земли просто нет. Или они нам неизвестны. Может быть, здесь кроется отгадка? Конечно, эта версия не выдерживает никакой критики со стороны классической науки. Однако, гипотеза о том, что молния — это часть живого организма, не кажется такой уж фантастической, когда слушаешь рассказы очевидца. Это произошло в 1958 году. Команда альпинистов во главе с Владимиром Ковуненко участвовала в восхождении. Спортсмены вышли на гребень, разбили лагерь для ночлега. Совсем близко подошел грозовой фронт. Короче говоря, погода нас не баловала и мы остались ночевать. Где-то никаких предчувствий не было, ничего не было, все нормально. Я проснулся, наверное, я не помню, не то, что не помню, просто не знаю, не то в два, не то в три, где-то ночью проснулся и увидел размер теннисного мячика такой фосфорический шарик. Конечно, я удивился, сначала я даже не понял, насколько это все реально, нереально, ну а потом этот шарик начал контачить непосредственно с нами, с кого он начал, трудно, я думаю, что он начал все-таки с Колей Иванова. Интересно, что перед тем, как начать атаку, незваный гость облетел палатку по периметру, потом начал останавливаться возле каждого альпиниста, как бы изучая лежащих в спальных мешках людей. Через каких-то несколько мгновений внутри шаровой молнии что-то затрещало, изменился цвет, оболочка заискрелась, как будто ее что-то сильно рассердило, и в тот же момент шар начал атаковать альпинистов. Он окучил нас всех, но мне больше всех досталось, это, в общем-то, мне всегда достается прилично, у меня 8 контактов прямых с этим, ну потом мы узнали, что это шаровая молния, так толком мы и не знали, что происходит. Значит, контакт это ожоги четвертой степени с последующей пересадкой, и все эти ожоги, ну, довольно-таки по площади большие. У Башкирова Володи было 6 контактов, у Зыбина 6 или 5, а вот Коля Иванов, который лежал на моем месте, у него было 3 контакта, один из них солнечное сплетение. Сколько он гулял в палатке, и никакой, конечно, очередности не было, все вот эти контакты были хаотичные, то меня, то там, то там раздавались всякие. И что происходит, никто не знал. Трудно объяснить подобное явление. Можно посчитать это галлюцинациями, больным воображением, возникшим под воздействием сильного стресса, страха, например. Одна из множества гипотез говорит, что шаровая молния действует по велению некоего высшего разума, или сама является высшим разумом. На самом деле, какие-то самоорганизующиеся явления в средах обычных наших тоже бывают, и вот скорее все-таки шаровая молния это тоже самоорганизующая. Есть ли влияние разумных каких-то мыслящих сущностей на ее формирование, не знаю. Вот кто попадет или нет под эту молнию конкретная мыслящая сущность, здесь наверняка все связано. А вот сам генезис, можно ли сказать, что кто-то сидит там в волшебнике генерирует их, не знаю. Ну и не исключаю. Официальная наука скептически относится к подобного рода версиям. Непосредственно практики, которые исследуют явления в лабораториях НИИ и искусственно создают шаровую молнию, отрицают возможность того, что огненный шар часть живого организма. Природная шаровая молния, которую мы наблюдаем в природе, она вот может жить не как наша до секунды, а там десятки секунд, даже минуты. Но и там в принципе вот этот заряд, который у нее есть, он может создавать мощные электрические поля, мы не 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 в полях. Волгоградская область, Медведицкая гряда. В июне 2001 года в этом месте произошло странное событие. Сильнейший пожар в считанные минуты уничтожил более 350 деревьев. Огромный лес превратился в безжизненную черную пустыню. Уже наутро к месту страшного пожара приехали ученые, но ответить на вопрос, что же произошло здесь прошлой ночью, так и не смогли. Совсем недавно по всей области прошли проливные дожди и версия о том, что пожар случился из-за неосторожности туристов исключалась. Когда же пожарные ученые стали опрашивать местных жителей, выяснилось, что ночью все они наблюдали необъяснимое явление. Огромные светящиеся шары падали с неба, устраивая страшную огненную пляску. Но откуда могли взяться эти странные объекты? Ответ на этот вопрос нашелся не сразу. Там находилась некая секретная военная исследовательская зона типа зоны 51 в Америке, но только наши мейты на СССР. Подмосковье трасса Москва-Латкарина. Опытные водители стараются объезжать ее стороной. Страшная статистика смертей заставляет их наматывать десятки километров по объездным дорогам. Каждый день здесь случаются аварии, объяснить которые невозможно. На совершенно пустой и ровной трассе происходят лобовые столкновения. Водители выносят на обочину, а те, кому удается избежать аварии, рассказывают, что на несколько минут темная пелена застилает их разум. Рассудок мутнеет, а многие теряют сознание. Люди, когда едут на машине, они чувствуют некую отстраненность, которая появляется у них, и, соответственно, они отключаются на долю секунды, этого хватает, чтобы лететь в кювет или в дерево. Деревня Пустоша, Шатурский район. Это место давно пользуется у местных жителей дурной славой. Здесь необъяснимым образом пропадают люди. В полиции накопились десятки заявлений несчастных родственников. Пропавших не могут найти до сих пор. Они пропадали на Коломенском тракте, который соединял Московскую и Владимирскую области. и до сих пор люди не знают, куда пропали торговцы, путешествующие. Кто-то считает, что здесь, возможно, находятся врата в параллельные миры. Медведенская гряда, урочище, Шушмор, Лыткаринская трасса смерти. Это лишь небольшой список мест, которые называют аномальными зонами России. Когда местные жители слышат названия этих мест, то часто крестятся и отводят глаза. Об аномальных зонах не пишут в путеводителях, их часто даже не обозначают на картах. Но за ними в народе четко укрепилась дурная слава. Дороги убийцы, леса, где люди могут сойти с ума, из которых не возвращаются. Почти возле каждого российского города или деревни есть место, в которое советуют не ходить. может случиться трагедия. Территории, где наблюдают паранормальные явления, еще называют чертовыми остановками и ведьмиными местами. На сегодняшний день в России более двухсот таких опасных территорий. Это места, которые прокляты. Несколько лет назад в Шатурском районе Подмосковья полиция забила тревогу. Из деревни Пустоша таинственным образом пропали люди. Целая семья. Очевидцы говорили, что они пошли за ягодами в лес и больше их никто не видел. была статья Московский Бермудский а подмосковный Бермудский треугольник. И там это описано. Там пропадали люди. Полиция, местные жители искали пропавшую семью несколько дней. Когда на третьи сутки не было никаких результатов, поиски прекратили. Последняя большая пропажа была в 1898 году, когда пропал полностью обоз с железом вместе с людьми. 26 человек точно сейчас не могу сказать. Не нашли ни концов ни людей, ни железа, ни подвод, ни лошадей, ничего. Территория урочища Шушмур почти 500 квадратных километров. Никто и никогда не видел ее границ, так как редко кому удается дойти даже до середины этого места. Урочище называют гиблой землей. Ведь в здешних местах пропали без вести уже сотни смельчаков. Вот заявление одной из жительниц деревни Пустоша. Я, Бузанова Ольга Петровна, заявляю о том, что 17 августа 2008 года мой муж Бузанов Николай Степадович 1954 года рождения ушел из дома на работу и до сих пор не вернулся. И таких заявлений в местном отделении полиции десятки. С каждым годом в этом месте пропадало все больше. Именно отсюда начинается то самое необыкновенное загадочное место урочише Шушмар. Алексей Липкин известный подмосковный краевед уже 10 лет исследует это странное место. Во время каждой экспедиции с ним происходят необъяснимые вещи. Алексей постоянно чувствует чье-то незримое присутствие а приборы ведут себя очень странно. Зашкаливают стрелки и разряжаются батарейки. Пример здесь начинает шалить компас неправильно начинает указывать направление. В лесу исследователь натыкался на странного вида деревья. Встречались здесь местные краеведы лесники и какие-то странные березы с квадратными стволами. То есть ствол березы был не круглым как мы привыкли обычно видеть а какой-то овальный угловатый. Когда начали расследовать загадочное исчезновение людей исследователи и полиция столкнулись с неожиданным фактом. Все родственники и очевидцы рассказывали что накануне исчезновения по всей деревне слышалось загадочное змеиное шипение. А пройти по лесу обычным шагом было невозможно. Трава буквально кишела змеями. Водилось здесь достаточно большое количество змей. Более того это змеиное место существует очень давно. В древних источниках исследователям удалось обнаружить доказательства того что несколько веков назад местные жители поклонялись огромным змеям и даже говорили на змеином языке. Невероятно но сохранились рисунки на которых были изображены существа напоминающие драконов и им подносили человеческие жертвы. Именно поэтому местные жители до сих пор уверены шушмар не что иное как долина змей. Где-то в этих мещерских лесах скрыт камень который называют змеиным царем змеиным богом местные жители конечно побаиваются здешних лесов стараются не ходить в незнакомые места. Еще одним доказательством того что много лет назад в шушмаре действительно поклонялись огромному змею стало то что среди непроходимых лесных дебрей и гиблых болот местные жители видели загадочное сооружение напоминающее капище языческим богам. ведь по преданию урочище шушмар было построено около 2000 года до нашей эры племенем озерных людей которые занимались магией и умели управлять природными силами люди озер поклонялись змеиному богу уру об этом культе свидетельствуют предметы найденные во время археологических раскопок например черепки глиняной посуды с орнаментом и змей богу уру и было посвящено это капище находилось оно на месте нынешнего села шатур шат означает небольшая горка ур змеиный царь недалеко от которого до сих пор стоит ритуальный камень но подробно исследовать эту зону невозможно из шушмуры возвращаются только те кто не пытался зайти далеко остальные остаются там навеки по одной из версий от увиденного у людей просто не выдерживает психика одно из опасностей которые подстерегают человека в аномальных местах особенно в момент когда человек становится очевидцем совершенно фантастических спектаклей которые разворачиваются перед ними одной из опасностей человек просто сходит с ума несколько лет назад в шушмар приезжала научная экспедиция из Москвы в поисках древнего змеиного камня но найти им ничего не удалось исследователи едва прошли четверть пути в лунам разбросанную вокруг нельзя было подкопаться ломались лопаты к машинам липли гигантские слепни невозможно было открыть глаза как будто сама природа не давала раскрыть свои тайны участники экспедиции не смогли работать они постоянно чувствовали что за ними кто-то следит могу сказать как бы в первом приближении это выглядит так у человека создается впечатление что кто-то одел ему на голову железный обруч и вот какими-то винтами скручивает сдавливает железным обручем голову то есть такое не то что неприятно это достаточно болезненное чувство резкое ухудшение самочувствия ученые объясняют тем что шушмар находится в центре мощного энергетического потока такой энергетикой обладают так называемые намоленные места или места где проводились древние ритуалы такая местность может благотворно влиять на человека наделяя силы и жизненной энергии а может погубить его и до сих пор люди не знают куда пропали торговцы путешествующие кто-то считает что здесь возможно находятся врата в параллельные миры что если все исчезнувшие люди находятся сейчас в параллельном мире ведь физики уже доказали что параллельно с нашей развиваются еще десятки подобных реальностей и вполне возможно что в них до сих пор живут древние племена озерных людей поклоняющихся страшному змеиному богу что если все кто добирался до центра древнего капища пересекали границу миров и оставались там навсегда а недавно эта казалось бы невероятная версия нашла научное подтверждение когда карту шушмарского урочища заложили в компьютерную программу ученые были в шоке шушмарские курганы точно повторяют расположение звезд в созвездии ориона это еще одна из версий происхождения шатурской тайны и может быть те кто бесследно сгинул пропал в болотах урочища сейчас находятся в других высших мирах ученые отмечают что во всех проклятых местах и аномальных зонах происходят похожие необъяснимые явления таинственные круги на полях которые появляются буквально за одну ночь неопознанные летающие объекты призраки и полтергейсты я например только чертовых полян знаю около десятка я знаю около десятка долин смерти слышал ну по крайней мере полдюжины ведьминых полян ведьмины поляны чертовы дубы и проклятые болота есть в Калужской области в Пермском крае на Алтае и в Забайкалье эти места уже сотни лет хранят в себе темную энергетику и способны даже передавать ее на расстоянии именно поэтому уверен исследователь Вадим Чернобров каждый год в России появляются новые аномальные зоны или блудные места на границе Волгоградской и Саратовских областей находится ряд холмистых гор их высота от 200 до 380 метров это так называемая Медведицкая гряда в списке аномальных зон России она занимает центральное место местные часто встречаются со странными лесными жителями над холмами то и дело появляются НЛО а в земле вырыты неясного предназначения пещеры и туннели похоже что кто-то ведет тотальное исследование этой зоны но кто? сейчас выдвинута самыми разными исследователями не только мной но и моими коллегами примерно чтоб 15 самых разных версий ну начиная от того что там находилась некая секретная военная исследовательская зона типа зоны 51 в Америке но только наши мейтен СССР зона 51 известна всему миру как американский военный аэродром согласно официальным данным там разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения действительно во времена холодной войны между СССР и США была развернута космическая гонка две страны претендующие на звание сверхдержавы львиную часть бюджета тратили на космические разработки быть может в зоне медведицкой гряды проводились секретные испытания но какое могли испытывать оружие и если эта сенсационная версия окажется правдой то она может объяснить почему местные жители видят неопознанные светящиеся шары и натыкаются на тоннели которые ведут глубоко под землю если советские а потом и российские военные действительно используют эту территорию как секретную базу то какие тайны они могут там скрывать исследователь геннадий белимов часто выезжает в экспедиции по проклятым местам медведицкую аномальную зону он изучает уже много лет и написал немало книг его увлечение непознанным началось еще со студенческих времен но однажды меня мои коллеги товарищи уговорили поздно осенью съездить говорит там в одном месте есть два холма таких пирамидальные говорит обязательно вечером начинаются полеты НЛО типа звездочек Белимов сначала не верил думал шутка но вдруг все изменилось когда в небе над медведицкой грядой появился странный свет через пелену облаков как будто фара одиночная такая просвечивает круг яркий такой достаточно хорошо на фотоаппарате можно застять из облаков выдурнула звездочка небольшая так по размерам секунд несколько постояла и ушла быстро в небо назвать увиденное обманом зрение Геннадий никак не мог он точно наблюдал светящийся шар который завис над поляной но что это было НЛО молния или что-то иное с тех пор Белимов ищет ответы на эти вопросы из каждой экспедиции он привозит новые фотографии непознанных объектов ну на первых порах мы конечно с пленочной фотоаппаратурой ходили и вот место посадки треугольного НЛО большого крупного стороны 80 на 80 на 60 на этом месте есть съемки 92 года когда только трактористы видели там было просто вдавленное и ну не росла трава там глохли трактора в места куда запирается Белимов со своей экспедиции каждый раз происходит что-то необъяснимое у исследователей то отказывает аппаратура то останавливается часы вот посреди поля вот такой лоскут аппарата треугольного большого явно что он в тоннель такой не поместится вот мы стоим на фоне вот молодые люди со мной приехали на фоне этого деревья которые вот что-то их корежит или вот сожженные деревья а несколько раз случалось невероятное опытные следопыты знающие буквально каждый сантиметр неожиданно не узнавали местность и начинали путать дорогу однажды группа приехала и буквально на следующий же день после ночи быстро собрались спешно кое-что оставили свои вещи быстро уехали я об этом узнал я в то время не был в экспедиции узнал фамилию одного например Дмитрий Устинкин это преподаватель Волгоградского университета я ему дозвонился Дмитрий что там было что случилось почему вы так спешно уехали говорит Геннадий какой-то страх вот всю ночь не спали какой-то страх людей держал но быть может какие-то необъяснимые силы предостерегают человека от гибели исследователи не исключают что раскаленные огненные шары обугленные деревья и аномальная активность в этой зоне могут быть результатом воздействия так называемых плазмоидов сверхмощных энергоразрядов изучая это явление ученые выдвинули сенсационную версию о том что медведицкая гряда может быть порталом в иную реальность есть версии о всякого рода порталах о всякого рода переходах аномальных сочленений с другими мирами переходов параллельной мирой исследователи уверены что в этом месте пространство и время искажаются так что человек может попасть в параллельный мир дело в том что гряда находится на месте древнего тектонического разлома и может поэтому считается одной из наиболее мощных и непредсказуемых аномальных зон России в этом месте повсюду возникают зорницы и шаровые молнии какие-то видимо невидимые нити есть нити конечно кавычках по которым эти шаровые молнии передвигаются и эти трассы полетов сейчас изучены естественно мы пытались ловить эти шаровые молнии устраивали засады устраивали ловушки металлические для шаровых молний но вот с разным переменным успехом такие исследования так охота за шаровыми молниями идет однако понятие объяснить природу шаровых молний человек пока не в силах и нам остается только их избегать как и тех аномальных зон которые буквально притягивают эти уникальные и смертельные явления ведь произойти может что угодно новичков аномальная зона принимают неохотно к необъяснимым вещам многие бывают не готовы галлюцинации чаще всего звуковые вот идут шаги как будто кто-то в сапогах мощен так наметно крикнут там из палатки или по свете там кто там кто выходит никого тишина затихнет на время или скрип колеса бывало вот одна женщина она наиболее частая местная Валентина Горшунова она до сих пор боится одна оставаться в лагере допустим только обязательно с кем-то потому что в одну из ночей ее из палатки тащили за ноги кто-то вот причем закрыта палатка замок закрытый а она чувствовала на щиколотках в спальнике чьи-то руки мощные и ее вытаскивали естественно как закричала там дочка у нее спала вместе проснулись все и бросили самое страшное случается тогда когда в аномальной зоне пропадают люди причем в таких случаях несчастного невозможно найти Геннадий Белимов и его группа часто сталкивались с необъяснимыми звуками из ниоткуда это когда в тумане отчетливо слышишь голос зовущий о помощи но никого на месте не оказывается пропал наш уфолог из Лабинска Краснодарский край это Николай Иванович Хребалин 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 пошел геолог он интересен был нам тем же это в 2001 году по-моему пошел с фляжкой воды собственно другого ничего не было грабить нечего если так грабитель и исчез обыскались запрашивали и так человек пропал уже из нашей группы а не абы кто Медведевская гряда вот уже много лет предмет исследования ученых каждый раз по поводу происхождения гряды выдвигаются новые версии но окончательной нет до сих пор каждый раз в зону аномалии отправляются все новые и новые смельчаки но узнать ее тайны пока не удалось никому эта дорога длиной всего полтора километра но у водителей она давно получила дурную славу Лыткаринскую трассу называют дорогой смерти проезжая это место опытные водители крестятся вдоль дороги целое кладбище погибших людей когда едешь за рулем лучше снизить скорость совершенно неожиданно на полной скорости водителя может выбросить на обочину или отказать тормоза аварии на этой дороге происходят чуть ли не ежедневно почему здесь разбиваются люди неизвестно ведь участок дороги совершенно ровный и не опасный водитель Максим чудом остался жив он ехал домой по этой дороге вместе с друзьями и неожиданно почувствовал что сознание его помутилось голову как будто сдавило тисками где-то на этом участке начиная здесь дороги я начал проваливаться в сон терять сознание у меня началось помутнение я прям начал куда-то проваливаться еще секунды и машина на полной скорости врезалась бы в дерево но к счастью друзья увидели что Максим теряет сознание они тут же открыли окна Максим очнулся машина остановилась открыл окна включил музыку начал там головой какие-то движения совершать чтобы окончательно не потерять сознание превозмогая нечеловеческую головную боль Максим снова сел за руль но стоило ему проехать опасный участок как неожиданно боль как рукой сняло сознание стало ясным и вот закончился лес мы доехали до поворота у меня все нормализовалось и что-то было так не понял но доехал тогда нормально теперь у Максима два дня рождения и Латкаринскую трассу он старается объезжать стороной все водители говорят уйти от беды на этой дороге очень сложно каждый день здесь случаются аварии место словно требует жертв как только попадаешь на Латкаринскую трассу появляется странное ощущение преследования водители замечают прямо в глаза светит яркий свет фар а иногда кажется что на дороге они видят призраков я смотрю четко два луча вверх от каждой машины как будто два прожектора как будто у них фар не вперед светит там вот вверх стоят в ту ночь Дмитрий Матвеев торопился в аэропорт встречать родственников в три часа ночи сел за руль как раз ночью ехали по этой трассе по лесной полоткаринской и ни с того ни с сего как бы ну туман туман как бы туман везде бывает и вот езжаем в этот туман и ни с того ни с сего машину бросает и резко начнет крутить просто вот вот так вращать во все стороны как будто мы выехали на голый лед машина развернула и выбросила на встречную полосу руль будто заклинила тормозная система перестала работать машина была исправна то есть колеса все машина вообще новая была колеса все в порядке но так раскрутил их хорошо что встречных машин никого не было потому что как раз вот здесь на этом месте было улетели на встречную обочину Дмитрий чудом справился с управлением и выровнял машину весь остаток пути он ехал со скоростью 40 км в час такие трагические истории случаются на Луткаринской трассе каждый день дорогу даже освещали святой водой все равно аварии меньше не стало некоторые водители даже увольняются с работы чтобы только не ездить по проклятой трассе каждый сантиметр асфальта может стать последним недалеко от этого места это здесь помню в начале 90-х автобус и карус гармошка врезался в сосну ну там авария серьезная чем была тоже как водитель рассказывал он знакомый знакомых был чтобы просто ехал руль вырвало из рук и просто улетел исследователь Илья Саглиани уверен что через Луткаринскую дорогу проходит особая геологическая зона он считает что дорога проложена через метеоритные воронки их Луткарина обнаружили местные жители возраст одного из кратеров колеблется от 150 до 1000 лет размером он примерно 100 метров а его глубина не меньше 5 метров мы сейчас идем как раз по правой стороне где проходит тектонический разлом и как мы предполагаем почему здесь вообще происходит авария из-за того что люди входят в некое измененное состояние сознания отключаются на долю секунды здесь много очень энергетических как пласты такие вот темные как пласты но под чьим влиянием у водителей происходит помутнение рассудка быть может на человека влияют волны неизвестного космического происхождения самое ужасное что проверить эту версию нельзя любая техника здесь мгновенно выключается у нас магнитометр вот как раз на той точке зашкаливал были очень большие значения собственно из-за того что в этом месте мощное переменное магнитное поле и были случаи когда аппаратура сбоила фото видео просто выходило из строя моментально объяснить что же происходит на латкаринской трассе мы попросили известного экстрасенса Наталью Ильясову с первых же минут экстрасенс чувствует неладное ужасная правда открывается с каждой минутой почему-то вот тут все как в крови я чувствую очень много крови по дорогам очень много крови здесь много очень духов я вижу с той стороны но больше я вижу с той когда мы ехали тут прям вот они стоят все стоят и просят Наталья говорит это души погибших водителей в этом месте недавно была авария грузовик снес легковую машину от удара мужчину просто сдавило в автомобиле в живых не осталось никого больше всех захоронений это буквально я чувствую мужчину недавно произошла авария где-то наверное 35-40 вы сможете почувствовать вообще из-за чего это произошло и собственно при каких условиях это произошло я вижу вот сюда машина немного и оттуда еще машина вот мужчина абсолютно верно вот 2009 как будто одна машина помешала но вижу как будто вот знаете резко едет да резко едет а потом как-то поворот отключается сознание ему плохо вот тут вот сдавило я чувствую сильно у него вот тут вот органы я вижу как сильно сдавленные серебряная светло-серая какая-то машина наталья 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 ведет нас еще в одно место здесь на деревьях развешаны бутылки это поляна невест сюда часто приезжают свадебные кортежи вижу свадебных платьях невест и женихов несут вот так вот на руках сюда подходит кидают что-то и цветы почему-то кидают еще показывают нет о поляне невест на трассе Лыткарина ходит множество легенд одна из них говорит о девушке которая в день своей свадьбы разбилась на этой трассе и с тех пор ее душа не может найти покоя одна сторона этой трассы увешана венками другая ленточками а прямо у обочины дороги небольшая поляна куда съезжаются молодожены для того чтобы повязать свою ленточку счастья поэтому участок назвали поляной невест однако экстрасенс советует никогда не ездить в это место эта дорога проклята она не приведет к счастью молодожены обязательно разведутся сколько невест было да женихов и невест сколько свадеб половина из них разводов идет я увидела что люди расходятся знакомые Ильи тоже приезжали на поляну невест спустя полгода пара развелась действительно это так потому что они делают попитку духов то есть идет привязка к могильнику люди вот этим ритуалом привязывают себя к могильнику потому что здесь дорога идет на костях а по ночам в этом месте появляется призрак девушка одетая в длинное свадебное платье это видео было снято на камеру мобильного телефона смотрите внимательно на обочине дороги стоит призрак девушки невесты неизвестно когда это было просто есть легенда о том что действительно когда-то давно здесь разбился свадебный кортеж и погибла невеста и собственно дух этой невесты блуждает по этому лесу и мешает живым потому что здесь когда хоронили не ставили ограду а как известно когда не ставят ограду то это неупокоенная душа она не отпет она не отпетая еще дух невесты каждый раз ищет себе жениха поэтому аварии со смертельными исходами происходят постоянно голова вся в крови у нее и здесь все в крови ноги сильно голова пострадала у нее то есть у нее идет резкая вот это вот как от головы внутри черепная мозговая может быть травма экстрасенс Наталья Ильясова объясняет призрак невесты предупреждение если она появится может случиться несчастье она предвестит она какой-то хочет дать информацию да что вроде здесь осторожно надо ехать не загружаться ни в телефоны нельзя здесь разговаривать то есть отключаться ни в коем случае здесь нельзя в этом месте дороги экстрасенс остановилась на минуту и вдруг увидела кладбище вижу пластами люди лежат пластами люди то есть как хоронили их пластами друг на дружке вот так вот вижу историк Дмитрий Матвеев уже много лет изучает Латкаринскую трассу исследует архивные документы записывает свидетельства очевидцев он сам удивлен экстрасенс видит все насквозь вообще здесь изначально на этом месте располагалось дворянское кладбище тут находились две усадьбы имени Чернышевых и Зотовых здесь они хранили своих потомков своих приближенных это было их основное кладбище в том что на месте где сейчас проходит трасса Москва Латкарина раньше было кладбище нет ничего удивительного практически вся Москва и ближайшая Подмосковья в буквальном смысле стоят на костях несколько веков назад язычники не хоронили людей в черте города кладбище делали строго за пределами поселения и как правило вдоль дорог сразу после смерти человека выносили за черту города и там проводили похоронные ритуалы но со временем города стали разрастаться и те кладбища которые когда-то находились вдали от города оказались в его пределах перенести все могилы не было возможности потому что чаще всего старые кладбища просто равнялись землей и на этом месте строили дома или прокладывали дороги историк говорит даже в домах которые находятся около Латкаринской дороги возникает много негатива у людей трагически складывается жизнь быть может мертвые просто охраняют свое место и не дают жизни живым то происходят какие-то стуки периодически то и посуда падает очень много здесь и сумма убийств происходит очень много наркоманов людей склонность к алкоголю например в других домах везде есть разные публики но вот эти дома они даже по внешнему видны что они депрессивно выглядят эту аномалию замечает и Наталья Ильясова экстрасенс говорит вся беда в том что строения стоят на человеческих костях потому в этих местах много несчастья даже в церковь когда-то ударила молния почти все исследователи уверены что именно такое отношение к мертвым стало причиной постоянных аварий на Латкаринской трассе у христиан существует поверье что танцевать торговать и даже просто ходить по костям нельзя души неупокоенных умерших в таком случае начинают бесноваться здесь именно энергетика смерти выходит и она на вот это вот здание особенно влияет здесь люди очень живут очень бедно как бы и вот мало денег всегда бывает то есть не могут себе позволить что-то как будто вы знаете на месте как без удачи без ничего вот как будто себя как гниют жители этого дома вспоминают когда они въезжали в дом замечали здесь неподалеку памятники валяются вон эти и то не на месте они валяются и здесь памятники и же бульдозером сняли а потом снимал бульдозером ну эти белорусом чистили вот когда очищали тут наверное два памятника на месте больше всего здесь полина александровна и валентин николаевич живут в этих местах давно они видели как в свое время здесь пытались охотиться черные копатели они же там копали что с сокровищем стали ну золото искали не ходили ребята черепа находили какое золото искали здесь черные копатели неизвестно однако некоторые исследователи уверены что тайно кроется в самом названии города дело в том что в 17 веке работа в каменоломнях была основным занятием жителей Лыткарина и окрестных деревень по легенде в одной из каменоломень рабочие обнаружили несколько слитков золота свой клад они перепрятали но вскоре каменоломня обвалилась все рабочие золото были навсегда погребены под землей с тех пор многие пытались найти лыткаринское золото но никому это так и не удалось мне такое ощущение что хочется какой-то живой больше энергетики сюда может быть какой-то я не знаю вот эти вот старые дома все хочется убрать но это место не очистится вообще никогда за час прогулки по лыткаринской трассе экстрасенс устает и просит освободить ее от вопросов а другие случаи можно передохнуть да все хорошо лыткаринская погибель так и останется проклятым местом Наталья Ильясова говорит самое верное это признать что эта трасса очень опасная и лучше объезжать ее десятой дорогой этот участок дороги на севере Тульской области находится между станциями Хомякова и Ясногорск железнодорожный переезд ничем не примечателен с виду но местные жители боятся его как огня переезд давно называют проклятым на нем каждый раз происходят трагедии людей засасывает под проходящий поезд и никто этого не может объяснить преступная статистика зашкаливает все это происходит на участке длиной в 40 километров в тот день Антон находился в Ясногорске по рабочим вопросам должна была состояться встреча с партнерами но все пришлось отменить у меня был панический страх и я чувствую я почувствую головную боль и что-то мне подсказалось что из этого места надо уйти передо мной был человек который который при прилежении к данному полотну схватился за сердце и упал на это полотно еще минута и случилась бы трагедия Антон чудом успел оттащить мужчину поезд грохотом промчался мимо я спросил человека что с ним произошло он сказал что находясь на данном участке дороги у него было помутнение сознания и он почувствовал какую-то непреодолимую силу которая притянула его к железнодорожным путям железнодорожный переезд под Тулой получил жуткую славу еще 10 лет назад частые трагедии в этом месте заинтересовали ученых при изучении местности они выяснили через переезд проходит тектонический разлом некоторые ученые предполагают что эти разломы образовались в результате падения огромных космических тел которые в процессе смещения земной коры оказались под землей поэтому в зонах тектонических разломов ученые отмечают необъяснимое и очень мощное энергетическое излучение именно оно загадочным образом влияет на психику людей и они сами сводят счеты жизнью мы так до конца не разобрались с этим участком но одно для меня очевидно что такая большая статистика попаданий под движущиеся составы ну я бы сказал при таких нелепых ситуациях при таких относительно безобидных ситуациях что все эти случаи больше смахивали на суицид чем на несчастные случаи после неоднократных трагедий на железнодорожных путях ученые обозначили это место на карте как тульская аномальная зона и таких мест на карте России тысячи по мнению исследователей аномальную зону или проклятое место отличает несколько признаков в этих местах кажется что время замедлило ход или вовсе остановилось животные птицы избегают его человек находящийся в такой зоне ощущает панический страх и опасность случаются даже обмороки и потери памяти у нас так называем прибор генератор случайных чисел и прибор сдвоенный кварциогенератор измеряющий неоднородности течения времени кварциогенератор и прибор который генератор случайных чисел показывает аномальное это место или нет на это место приехали исследователи паранормальных явлений Илья Саглиани и Вячеслав Климов больше известные как московские охотники за привидениями их задача узнать что же толкает людей на суицид ну вот сейчас идет рост значений по электрическому полю вот в данном месте идет резкое увеличение а кстати идет замедление генератора замедление идет приборы странным образом не слушаются показатели изменяются каждую секунду могут создавать состояние кратковременного сна измененного состояния сознания и в результате этого человек может просто не замечать идущего поезда получается что люди совершают самоубийство неосознанно находясь в затуманенном сознании приборы каждый раз показывают новые данные и вдруг исследователям становятся не по себе ты чувствуешь какое-то головокружение голова тяжелая шум в ушах идет знаешь как сдавливает тело как давление даже приборы вот тут сходят с ума посмотри то есть значения максимальные смотри 802 705 и тут случается невероятное исследователи чувствуют что рядом с путями им все труднее контролировать свое состояние у меня появилось ощущение как будто сейчас сдавливает меня есть такое голову как обручем идет и тянет почему-то хочется пройти по ней находишься здесь как неосознанно это состояние исследователи описали по-своему синдром Анны Карениной под влиянием внешнего источника излучения человек перестает себя контролировать и способен решиться на самоубийство начинает кружиться голова начинает сдавливать виски начинает вести к рельсам начинаешь терять ориентацию в пространстве вот буквально недавно тут под пояс попала женщина можно сказать некий прототип Анны Карениной скорее всего Анна Каренина она именно под пояс бросилась находясь в нестабильном психическом состоянии именно в такой аномальной зоне специалисты уверены подобные эксперименты вообще лучше не повторять ошибка может стоить жизни а значит лучше находиться от этого места подальше все эти случаи говорят о том что где-то там рядом должен был находиться некий источник воздействия на людей какой он был может быть газ выделялся может быть выделялось может быть было какое-то излучение опасный переезд теперь объект тщательных исследований выяснить что же там происходит на самом деле недоступно для человеческого разума новомосковская аномалия продолжает хранить свои сокровенные тайны век информационных технологий человеку современному достаточно трудно поверить что где-то могут обитать внеземные существа возможно посещение НЛО и путешествия в параллельные миры однако само существование аномальных мест на карте России заставляет поверить в невозможное миссия проклятых мест проводить естественный отбор гиблые поляны и леса играют судьбоносную роль на свой вкус определяя кому остаться в живых а кого принести в жертву кто же станет следующим в январе 2011 года в газетах и интернет изданиях появились сообщения о массовой гибели птиц эта новость стала сенсацией наступившего года 1 января в американском штате Арканзас обнаружили 5000 мертвых дроздов 5 января в Швеции погибли несколько сотен галок похожие инциденты произошли в Канаде в Турции в Италии и в России орнитологи не находят никакого рационального объяснения случившемуся по одной из гипотез массовая гибель птиц может быть связана с магнитными аномалиями нашей планеты ведь гибли птицы пролетая над территориями которые называют аномальные зоны аномальные зоны аномальные зоны таинственные территории на нашей планете где происходят необъяснимые события там видят НЛО там появляются призраки и привидения там люди и животные начинают вести себя неадекватно под аномальными зонами подразумевается область где происходят определенные энергетические процессы или психоэнергетические процессы порождающие специфические формы восприятия человеком того чего в обычных условиях он не видит в одних случаях это реально существующие объекты в других случаях это объекты которые человек просто визуализирует сам под воздействием воздействующих на него факторов аномальные зоны разбросаны по всему миру недалеко от города Жирновска находится активная аномальная зона которую называют Медведицкая гряда чуть ли не каждую неделю там наблюдают НЛО режиссер Виктор Факеев несколько раз ездил на Медведицкую гряду и неоднократно становился свидетелем маневров неопознанных летающих объектов я и многие другие люди наблюдали светящиеся шары пролетающие буквально метров десяти над землей шаровая молния или что это непонятно причем они появлялись в ясную погоду это никак не связано с дождями или с какими-то такими вещами над Медведицкой грядой появляются НЛО самых невероятных форм и размеров светящиеся треугольники и шары сферические объекты с металлическим блеском и сигарообразные корабли с хорошо различимыми иллюминаторами дважды мы наблюдали ночью это порядка двадцати человек было в тот момент огромный черный треугольник размером с три Луны то есть причем это как бы звездное небо и вот просто такое черное треугольное пятно без всяких там огоньков без всего вот этого фантасмагоричного неопознанные летающие объекты настолько реальны что сомнений в их существовании у очевидцев как правило не возникает подавляющее большинство наблюдателей уверены светящиеся шары это космические корабли пришельцев почему НЛО появляются именно в аномальных зонах эта странная закономерность ставит в тупик исследователей что именно притягивает представителей внеземных цивилизаций в аномальные точки нашей планеты это связано с особенностями места геологическими прежде всего в аномальных зонах находятся глубинные разломы и некие мощные энергии Земли поднимаются к поверхности и очень часто в уфологии замечено что по таким разломам проходят трассы неопознанных летающих объектов исследователи полагают что в аномальных зонах находятся порталы в параллельное измерение НЛО появляются именно оттуда возможно этот коридор используют многие инопланетные цивилизации Виктория Чекменева уже несколько лет живет на южном побережье Крыма в Алуште переехала из Москвы чтобы быть ближе к природе но женщина и предположить не могла что поселилась в аномальной зоне практически каждый день она наблюдает НЛО над горами над морем и даже над собственным домом сигарообразное НЛО я видела в августе это было летом это было ранним утром я вышла подошла к окну открыла окно и увидела на небе блестящий сигарообразный объект он был такой величины примерно и двигался от моря и в сторону гор в Крыму НЛО появляются так часто что местные энтузиасты создали собственную уфологическую организацию чтобы систематизировать свидетельства очевидцев и изучить это явление 14 апреля 2009 года к ним обратилось сразу несколько человек которые утверждали что видели сигарообразный светящийся объект парящий над кронами деревьев около села перевальная исследователи тут же отправились на место происшествия и обнаружили там сотни поваленных деревьев выворотчено с корнем дерева в зоне наблюдений НЛО над склоном четвердакского плата значит представьте какая нужна сила чтобы выворотить с корнем вот это большое дерево значит как раз вот в этой зоне а если дальше туда подняться там вообще выжженные круги трава обгорела в форме круга то совершенно четкие наблюдали следы вот на этой гре дальше туда прямо поляна с этими вот три круга под углом 120 градусов выжженные то есть явно как минимум перевалочная база здесь находится по мнению исследователей в Крыму обосновались инопланетяне потому что Крымский полуостров является одной из крупнейших аномальных зон планеты чаще всего в аномальных зонах проявляются так называемые плазмоиды тонко иноматериальные объекты как правило шарообразной формы но в отдельных случаях под воздействием взаимодействия человека наблюдателя и этого плазмоида плазмоиды могут приобретать в том числе формы например человекообразную форму зверообразную форму и так далее и так далее и так далее находясь в аномальной зоне и сталкиваясь с ее проявлениями люди видят то что ожидают увидеть летающие тарелки гуманоидов призраков и привидений это образы наиболее близкие ему по воспитанию как говорят психиатры например чаще всего человек видит только то что в нем уже заложено подыскивая как бы аналогию происходящему что за странные явления происходят на этих территориях и откуда появляются эти информационные субстанции которые влияют на человека кресты вдоль обочины поминальные венки на деревьях пожелтевшие фотографии погибших латкаринская трасса дорога ведущая на тот свет за моей спиной находится та самая дорога смерти на которой происходит огромное количество ДТП есть некие аварии энный процент аварий которые нельзя объяснить объективно никак латкаринская трасса соответствует всем гостам и нормам безопасности безупречное покрытие лежачие полицейские при въезде и выезде ограничение скорости и всего один поворот это единственная дорога соединяющая подмосковный городок Латкарина с внешним миром каждый день тысячи латкаринцев вынуждены возвращаться домой по этой трассе ни пассажиры ни водители не уверены что доберутся живы Дмитрий Аксюнов наоборот пугается потому что знает проезжает сквозь этот силуэт потому что никакой аварии не происходит но приходит домой смотрит на тебя в зеркало водитель хоп он сюда весь однажды на этом месте Дмитрий сам попал в страну аварии Ночью ехали кто-то повернул руль но чучки вет не улетели собрались силами машина не заводилась долго не с первого раза завелась поехали выехали из этого места и туман сразу же исчез вот этот снимок Дмитрий сделал на Латкаринской трассе он фотографировал место где чаще всего происходят аварии во время съемки дорога была абсолютно пуста он специально ждал когда проедут машины может быть именно это привидение устраивает аварии на Латкаринской трассе существует легенда что когда-то здесь разбился свадебный кортеж и с тех пор на дороге бродит дух невесты я ехал с таксистом мы начали с ним общаться в дороге и он рассказал что как раз его друг своими глазами лично видел как перед лобовым стеклом появилась некая женщина полупрозрачная при том она появилась из ниоткуда очень похожа на невесту он дал по тормозам его занесло в кювет слава богу все обошлось принято считать что призраки это ментальные тела умерших они не имеют материальной сущности но каким-то необъяснимым образом воздействуют на живых людей и люди при определенных условиях входят в некое измененное состояние сознания отключаются на долю секунды этого и хватает чтобы лететь в кювет или в дерево с чем связано появление призраков на Латкаринской дороге вдоль трассы прибор регистрирует аномальный геомагнитный фон причем эпицентр на проглядом участке как определить находится ли здесь та самая активность или нет в этом месте если прибор начинает резко показывать изменения цифр примерно от 200 к 500 то есть мы будем наблюдать некий резонанс скачкообразные движения цифровые которые нам говорят о том что в этом месте наблюдается активность вот в том месте где мы начали съемку там как раз очень активно наблюдалось переменное магнитное поле то есть мы можем говорить о том что в том месте наблюдается некая активность и это объективные данные активность электромагнитных полей можно измерить с помощью точных приборов тектонические плиты которые находятся на глубине двух-трех километров они на магме плавают они могут друг на друга наезжать и разъезжаться и когда они наезжают друг на друга то там возникает колоссальное напряжение колоссальное напряжение приводит к тому что там выделяется спектр весь спектр электромагнитных излучений один из них энергоинформационный именно такой тип излучений воздействует и на сознание человека и на окружающее пространство их нельзя померить обычной механикой но вот экстрасенсы их чувствуют и операторы биолокаций его патогенные излучения являются фактором который активизирует это пространство то в нем могут проистекать самые разные события у каждого аномального места своя специфика своя история и свои легенды где-то видят призраков где-то общаются с гуманоидами а где-то гибнет все живое черные провалы окон полуразвалившиеся балюстрады лестницы ведущие в никуда на окраине москвы в старом парке Грачевка недостроенные корпуса Ховринской больницы три крыла сходятся посередине образуя знак биологической опасности здесь энергетика очень темная говорят некоторые люди говорят что просто пропадали здесь потом их находили в шахтах здесь видят призраков и слышат голоса останавливаются часы и выходят из строя точные приборы здесь происходят вещи которые невозможно объяснить и все они связаны с потусторонним миром двух восьмиклассников Льва Прокофьева и Льва Щербакова на территорию больницы привело обычное детское любопытство просто видели в интернете очень много видеоклипов которые говорят что здесь происходят разные невероятные вещи вот сами решили поехать проверить мальчишки перелезли через забор убежали от охранника и оказались на третьем ярусе одного из зданий это уже было где-то ближе к вечеру часов восемь шли по коридору увидели такое знаете облако такое вытянутое но чуть-чуть поменьше чем такой человеческий рост облачко дыма ребятам предполагают что они встретили неупокоенную душу ведь на этом месте несколько лет назад было совершено самоубийство здесь творятся плохие вещи она вообще как бы на кладбище стоит вот разрушили его построили эту больницу здесь всякие сектанты сатанисты были убивали людей для обрядов кладбище действительно было старожилы вспоминают что во время войны в этой части парка хоронили погибших кладбище это место не просто упокоения тех людей которые умерли но и поклонение этим людям после смерти родственники приходят на это место и регулярно на этом месте воссоздают психические отпечатки и создают ауру страдания ауру переживания то есть ауру сильных психических ощущений больницу начали строить в 81 году она должна была стать самым современным медицинским комплексом столицы однако во время строительства здесь постоянно происходили трагедии пожары обвалы несчастные случаи словно место было проклято тем не менее к 85 году больница была практически готова но когда строители приступили к отделочным работам на стройке произошел пожар после этого строительство было заморожено складывалось впечатление что место проклято возможно это связано с сильной отрицательной энергетикой места экстрасенсы чувствуют здесь сильные негативные энергетические токи выходящие из-под земли можно сразу увидеть что рамка себя ведет фактически неадекватно то есть она не показывает по моему запросу какого-то одного места то есть покажи мне где разлом покажи мне где там плохо где было какое-то место она фактически крутится вот даже так то есть она показывает везде больница это край чудес вошел туда и в ней исчез это граффити стало пророчеством для многих кто попадает на территорию больницы здесь погибли при невыясненных обстоятельствах сотни людей говорят что на стенах больницы сами собой появляются пророческие надписи их создает дух человека погибшего в этой шахте четверо студентов отправились на экстремальную прогулку в Ховренку вооружившись фотоаппаратами они проникли за колючую проволоку и оказались на запретной территории я в какой-то степени действительно очевидец того что делает Ховренская больница с психикой человека потому что четверо моих друзей от 20 до 26 лет то есть совершенно адекватные взрослые люди одна девушка и трое парней пошли однажды в Ховренскую больницу подвалы залитые водой лестничные шахты лабиринты коридоров отличить один от другого невозможно в какой-то момент ребята поняли что потерялись они в итоге заблудились и нашли надпись вот на верхних уровнях выход есть что произошло с ребятами около этой надписи не знает никто потом они рассказали анне что испытали около таинственного графики необыкновенные чувства они отказывались брать меня с собой они отказывались говорить об этом о том что они там делают они просто я знаю вот мне известно что они считают что они какие-то неведанные чувства испытали вот именно под этой надписью выход есть с тех пор каждый день не сговариваясь они приходили в Ховринскую больницу и молча шли к таинственной надписи они впали в какое-то подобие депрессии они все вели дневники в интернете и стали появляться их депрессивные записи вот а в итоге закончилось тем что один раз ходив туда вот в очередной раз на всю ночь они вернулись домой и тем же вечером они все покончили с собой на разных концах города эта чудовищная трагедия не имеет никакого рационального объяснения сотни людей сводят счеты с жизнью попадая под влияние заброшенной Ховринской больницы возможно всему виной энергетика кладбища агрессивная среда сложившаяся в этом месте воздействует на людей лишая воли и заставляя играть по своим правилам эта среда начинает самоорганизовываться и уже сама превес как бы засасывать обязывать приходить на это место люди продолжают ходить на старые кладбища и на старых кладбищах продолжает происходить все больше каких-то событий которые не существуют ни для кого кроме тех людей которые находят но если на этом месте строить жилые дома если на этом месте строить какие-то социальные объекты Довольно часто в этих домах происходят совершенно необъяснимые вещи. Не случайно сталкеры называют больницу «Амбрелла» как секретную лабораторию из компьютерной игры «Обитель зла». По их мнению, в больнице действительно обитает зло. Это место в этом здании, ну, здесь более такое самое мистическое место, поскольку здесь некоторые, конечно, голоса слышат разные, некоторые привидения видят. Но помимо потусторонних обитателей, в Ховринской больнице были и вполне реальные злодеи – сатанисты. Для своих церемоний они облюбовали подземный зал. Вот, собственно, и она комната сатанистов под названием «Немасторг». Также здесь раньше был черный крест. Говорят, что здесь жертву приносили людей, то, что рядом у нас есть парк. Оттуда забирали детей, женщин и приносили здесь жертву. Но все это, естественно, не доказано. Одна из легенд гласит, что на стене написана магическая молитва. Если прочитать ее вслух, свечи в комнате загораются сами собой. Говорят, что раньше и свечи появлялись из ниоткуда. То, что привидения до сих пор здесь собираются. Иногда все равно какие-то обряды, молитвы вот эти странные слышатся. В городе множество недостроенных зданий. Но только Ховринская больница стала заложницей аномальной зоны. 18 января 2011 года студентка Евгения Арифьева вместе с подружками гуляла в центре Москвы на Сухаревке. Девушки шли по скверу мимо обелиска. Остановились, чтобы прочитать надпись. В этом месте было какое-то странное, непонятное состояние паники. Такого вот дикого, страшного, вот страх, просто ужасный страх. Такого со мной никогда не случалось. И вот физически вот эти проявления всякие, голова заболела, и вот, не знаю, как-то вот комок какой-то, как будто, ну, вот в животе. Женя была близка к обмороку. Подружки довели ее до ближайшей лавочки и собирались вызвать скорую. Но приступ прошел сам собой. Так же внезапно, как и начался. Что с ней было, Женя не понимает до сих пор. Девушка внезапно потеряла сознание как раз на том самом месте, где раньше стояла Сухаревская башня. Она была построена по приказу Петра Первого в конце 17 века. На первом ярусе башни располагался арсенал. На втором самое привилегированное учебное заведение того времени – навигацкая школа. А верхний ярус был пожалован любимчику Петра Первого – колдуну Якову Брюсу. Сам Яков Брюс – это, конечно, личность легендарная. С одной стороны, это и ученый, это артиллерист, это инженер. Полит. Он выполнял поручения Петра как дипломат. И в то же время он изучал различные тайные науки, то, что мы сейчас называем мистика, различные секреты изучал древности. С 17 века Брюс и верой и правдой служили России. Но их род хранил страшную тайну. Дед Брюса украл книгу с тайными знаниями у шотландских колдунов-друидов. Есть предание, что его дед бежал в Россию, прихватив с собой тайны друидов. Все тонкости их мастерства – от лечения людей до гипнотического воздействия на людей. Ну, в общем, много всяких чудес. Ну, каким-то образом, если верить легенде, то якобы дед якобы Брюса смог что-то записать. И вот эти записи хранились тайны друидов у Брюса. По преданию, черную книгу колдунов Брюс прятал в башне. Поэтому москвичи обходили Сухаревскую башню стороной. О колдуне-чернокнижнике в трактирах рассказывали страшные истории. То по ночам, значит, этот колдун, Брюс, вылетает в виде ворона, значит, парит над Москвой. То якобы он демонстрировал какие-то огненные оружия, еще невиданные. Говорили о том, что он изобрел куклу, которая умеет говорить, фехтовать, подавать, там, как лакей. После смерти Брюса над Сухаревской башней часто кружили черные птицы-призраки. Привидения появляются в этом месте до сих пор. Здесь наблюдали фантомы неких огромных птиц, как рассказывают, призраки людей различных. То есть человек описывал, что в 6 часов вечера возвращался из дома и увидел где-то в этом районе, как на фоне деревьев стоял некий полупрозрачный силуэт. Александр Лобовский живет на Сухаревке, когда у него мало времени, выгуливает собаку около дома. Как-то раз вечером я гулял по парку здесь и увидел вон в той стороне большую такую черную, я не знаю даже, как описать, как тень, парящую по небу. Приглядевшись, Александр понял, что в небе кружит гигантская черная птица. Ему стало не по себе. Она была похожа на большого, огромного ворона, очень такого темного цвета, но замечалась такая некая прозрачность. что предмет не имеет физического какого-то происхождения, а больше похоже на какое-то туманное облако, что ли, только черного цвета, очертания хворона. В этот момент собака Александра стала проявлять признаки сильного волнения. Она прижимала уши и жалась к ногам. Мне стало сразу не по себе, так как она себя ведет, так только когда что-то плохое рядом находится. Александр попытался успокоить собаку, а когда снова взглянул на небо, таинственная птица исчезла. Откуда появляются призраки-сухаревки и насколько опасно это место сегодня? Возможно, раньше здесь было благоприятное место, но Брюс выкопал вот эти подземные ходы, где он проводил свои ритуалы и всеразличные обряды мистические. И после этого место, возможно, стало аномальным. Также здесь находятся пустоты, а нам известно, что если под землей есть пустоты, там находится разлом, тектонический разлом, он и способен влиять и на сознание людей. Сухаревскую башню снесли в 30-м году по личному указу Сталина. Я допускаю, что кто-то из агентуры получил задание порыться там в стенах, в подземелье. Уже не просто кладоискатели дикие, а получивший приказ чекисты, видимо, обследовали. Судя по всему, в стенах башни тайника не нашли. Возможно, Брюс спрятал свои сокровища под землей. Исследователь Вячеслав Климов несколько лет назад пытался найти тайник Брюса. Он узнал, что в районе Воронцова поля есть замурованный вход в подземелье. Там есть какая-то арка, скажем, такая кирпичная, из старого кирпича. Если туда пройти, там два помещения, и дальше идет узкий-узкий ход такой кирпичный, как бы водосточный, такой древний ход. И вот мы в свое время, когда пролезали по этому водосточному входу, то есть нас три человека полезло, мы потом уткнулись там в тупик, решили развернуться и пошли. И тут мы услышали, что человек, который остался там, он орет, что давайте быстрее, выползайте. И он куда-то рванул. Из лаза они попали в подземный зал и сразу поняли, что произошло. При выходе из этого узкого входа возникло такое салатово-зеленоватое свечение, в котором, значит, я потом уже когда с ребятами разговаривал, в котором вдруг начал прорисовываться силуэт человека, но что интересно, это было даже наполовину человек, наполовину непонятно что. То есть это было где-то человеческое тело, но с собачьей головой. Призрак пытался перекрыть единственный выход из подземного тоннеля. Если верить легендам, он до сих пор охраняет свои сокровища. Имеет ли эта версия под собой какое-нибудь основание? Легенда жива, легенда о черной книге, легенда о Брюсе. Более того, вот памятник стоит здесь постоянно. То есть башня не забыта, Брюс не забыт. Соответственно, Эгрегор подпитывается и Эгрегор выдает некую информацию тем, кто может ее считать. Считается, что во время магических обрядов колдуны создают сильное энергоинформационное поле. Его называют Эгрегором. По одной из версий, Эгрегор не исчезает, а записывается в матрицу пространства и впоследствии может существовать независимо от своих создателей. И даже оказывать влияние на окружающий мир. Это еще один способ появления на планете аномальных зон. 16 августа 2002 года, Санкт-Петербург, 4 часа утра. Сухогруз Краунас врезается в опору литейного моста. Менее чем за два часа судно водоизмещением 2500 тонн уходит под воду. У литейного моста довольно часто происходят вот какие-то трагедии. То есть суда, опытные там судоводители, но тем не менее ударяются в опоры моста и так далее. Столкновения бывают, в общем, ну, гибнут люди. Несколько дней в акватории Невы работали водолазы. Они обследовали затонувший корабль, пытаясь установить причину странной аварии. И обнаружили в днище сухогруза гигантскую пробоину. Это был не первый случай аномалий у литейного моста. Здесь Нева достигает максимальной глубины – 24 метра. Мост возвели в 1879 году. Еще в начале строительства начались неприятности. Во-первых, просто так умирали люди, строители. Потом были действительно массовые трагедии. Катастрофы происходили, и десятки рабочих погибали. И, конечно же, старики питерские говорили, что не зря здесь где-то находится кровавый Атакан-камень. Атакан-камень – языческая святыня, которой поклонялись древние племена. Согласно легендам, камень ушел под воду в районе Литейного моста. Этот валун был на берегу Атакан-камень, и язычники поклонялись ему. Не просто поклонялись, а приносили человеческие жертвы. Но Атакан-камень требовал все больше и больше крови. И вот якобы эти язычники взмолились, попросили Неву, чтобы она спасла их от этого человека. Это чудовище. И Нева изменила русло, и тогда этот камень оказался на дне реки. Это место Невы стали считать проклятым. Здесь тонули люди и шли ко дну суда. Его облюбовали, ну, как это часто бывает с большими мостами, самоубийцы. То есть многие заканчивали свою жизнь, поднимались на этот мост и прыгали в реку. Существует поверье, что во время лунного затмения Литейный мост окутывает густой туман. Он втягивает в себя не только людей, но и свет звезд. В более старые времена на том месте уже был какой-то мост деревянный. И мост, который в полнолуние, в туманные дни, а туманы в Питере довольно частое явление, и по ночам вот люди, которые оказывались на мосту в такую ночь, в общем, пропадали бесследно, уходили и уже не возвращались. Куда исчезали, неизвестно. Здесь и сегодня совершаются преступления, происходят трагедии и пропадают люди. Исследователи связывают это с тем, что Санкт-Петербург построен в мощной аномальной зоне. Санкт-Петербург был построен на так называемых поганых болотах. Местное население называло их сакральными местами. И там происходили... После дела это был портал выхода в иные измерения. То, что болото засыпали, это не значит, что был портал закрыт. Призраки и привидения появляются на Литейном мосту регулярно. В 91-м году, например, там неоднократно видели призрак Владимира Ильича Ленина, вождь мирового пролетариата неспешно прогуливался по Литейному. 17 ноября 1991 года двое питерцев, супруги Вороновы, шли по улице Воиновы. Сейчас она переименована. И впереди заметили странного человека в кепке, с характерной бородкой, пиджачок был тоже знакомый, да более. Владимир Ильич был настолько реален, что супруги Вороновы решили перед ними двойник Ленина. Но приглядевшись, поняли, что-то в нем не так. Дул совершенно страшный ветер. Люди хватались за шапки, за шляпы, выворачивали зонты. Но среди людей был странный человек, этот вот человек. Он как будто был из другого мира. И ветер, как будто в этом мире ветер отсутствовал. И был промозглый достаточно ноябрьский день. Но ему было тепло в легком пиджаке. И Владимир Ильич прошел мимо здания ФСБ, поднялся на литейный мост и растворился как будто в воздухе, прямо исчез. Это был призрак. Исследователь аномальных явлений Сергей Кавунов нашел вполне рациональное объяснение этому происшествию. И существует такая теория, что все привидения-призраки, они появляются за счет коллективного бессознательного людей. И на тот момент, в 91-м году, перед распадом Советского Союза, это был соответственно эпохе времени. Чаще всего образы, созданные коллективным бессознательным, появляются именно в аномальных зонах. Там можно не только встретить привидения и призраков, но и попасть во временную ловушку. Это, скажем так, особое образование, которое воспринимается вторым зрением, вторым ощущением, и чаще всего люди, находящиеся рядом, их даже не чувствуют. Стоит вам попасть во взаимодействие с этим порталом, особенно если он является относящимся к временным феноменам, то вы совершенно волшебным образом можете оказываться в ситуациях просто нереальных. Пример. Летом, в прекрасную погоду, несколько часов подряд, мы бродили по одному из центральных петербургских исторических парков в полном одиночестве. Но когда действие временного кармана закончилось, мы оказались в такой толпе, что сами очень удивились. По одной из гипотез, аномальные зоны нашей планеты являются местами соприкосновения параллельных миров. Писатели-фантасты называют их порталами, территориями, где геофизика и энергетика Земли имеют нестандартные параметры. Именно в этих таинственных зонах и происходит всякая чертовщина. В местах, где часто видят НЛО, то, что называют аномальными зонами, может присутствовать какая-то странная особенность пространства. Мы не можем пока сказать, и вряд ли кто-то может сказать, что это такое, но странная особенность, которая влияет на наблюдателей, находящихся в этом месте. Байкал. Озеро, не тронутое цивилизацией. Самый чистый пресный водоем и мощное место силы. Исследователи до сих пор спорят, положительное или отрицательное энергетика на Байкале. С одной стороны, люди излечиваются там от разных болезней. Но есть и другая статистика. Озеро Байкал называют вторым Бермудским треугольником. Ведь там бесследно исчезают люди. 40 ветров, которые дуют в разных направлениях, это, что такое ветер? Движение паров воды. Движение паров воды – это движение ци. И там формируется непонятно как, каждый раз, заново, вот эта самая энергоструктура. Несколько лет назад воздухоплаватели Валентин Ефремов и Владимир Исайчев совершили уникальный перелет через Байкал на воздушном шаре. Они стартовали на мысе Зама и двинулись на восток. В ходе полета воздухоплаватели по рации докладывали «Все в порядке!» Но неожиданно связь оборвалась и шар исчез из поля зрения. На их поиски был отправлен вертолет. От экспедиции не было известий несколько часов, а затем путешественников обнаружили на одном из забайкальских хребтов. Пилоты рассказали, что попали в аномальную зону и спаслись чудом. Он долетел до середины и почувствовал, он сам не расскажет, почувствовал, как ситуация меняется и он почувствовал до конец, он смолился к Байкалу, Байкал, помоги! И его пронесло. Певица и хип-шаманка Русалина много слышала об аномалиях Байкала. В июле 2010-го ей удалось побывать на этом таинственном озере. Байкал само по себе такое место, оно очень мистическое, там очень много аномальных зон, не считая то, что там песок с магнетитом в самом Байкале и омль только в нем живет. Я поехала на Байкал и остановилась у естественного шамана. Это был Валентин Хагдаев. Он рассказал Русалине, что на горе находится древняя крепость, которая ведет дорога, мощенная красными камнями. Поднимались прямо как будто бы по какому-то туннелю, но сверху этот туннель был открыт. И этот туннель, так, дорога, так скажем, была прямо вымощена, как будто бы чуть ли не специально. И по краям красный, красный камень. То есть это вообще как проход какой-то. Девушка спросила у шамана, что это за крепость, но он лишь многозначительно усмехнулся. Поймешь сама. Тогда Русалина не придала значения его словам, но через несколько дней он попросил ее проводить к крепости группу туристов. Девушка согласилась. Ходили по крепости, что-то поизучали и потом встали в круг и начали кричать. Очень громко кричали, но, естественно, дух, там такая природа, нужно было из себя это все выпустить. И вот, может быть, вот эта вот звуковая волна как раз дала начало, ну, толчок, что вот к этому произошедшему событию. На обратном пути у Русалины зазвонил телефон. Она отошла с дороги на несколько шагов, чтобы ответить, но из телефонной трубки слышалось лишь шипение. Когда Русалина обернулась, не поверила своим глазам. Ну, думаю, ладно, надо успокоиться, все, я спокойна. Я спокойна. Смотрю, вообще нет ничего. Я не вижу ни деревни, я не вижу ни людей. Хотя деревня была видна вообще, вот так посмотришь, там деревня, там была вышка. Группа исчезла. Русалина осталась совершенно одна. Она кричала и звала на помощь. Вдруг девушка почувствовала странные вибрации. Это как будто бы, вот когда феном так вот водишь, то получается, как будто бы что-то тебя обволакивает. Только там был не ветер, а вот само вот это вот обволакивающее что-то. И вот так вот по телу раз, прошло. Резко стемнело. Девушка развела костер и, чтобы успокоиться, стала играть на варгане. Начались вот эти вот приятные ощущения звездности какой-то. Ну, то есть вот полет, я не знаю, пустота. Вот эта вот полная пустота, когда ничего не тревожит. Это какой-то стоп. То есть раз, и время остановилось. Она отсутствовала уже более восьми часов. Жители поселка прочесывали окрестности, пытаясь найти девушку. Потом что-то начало происходить, это как какая-то воздушная плита, что ли, или воздушная подушка. Вот так вот отслоилась. Как будто бы я на чем-то сижу, и оно вот раз, вот так вот. То есть я сижу на этой руке, будто бы. Эта рука съезжает, я продолжаю сидеть и уже оказываюсь на этой руке. Сразу заработал телефон. Русалина смогла связаться с поселком и объяснить, что случилось. Но самое удивительное выяснилось позже. Я не бегала, я оставалась практически на месте. Там было, там было три елки. Я около них все и была. Но мы вышли прямо так далеко от поселка, что я не мог, что до туда нужно было идти часа два-три. То есть, ну, вообще непонятно, как все это произошло. Ну, в общем-то, думать об этом трудно, потому что логически ничто нигде не сходится. Русалина считает, что случайно попала в параллельный мир. И всему виной необъяснимые аномалии Байкала. О многомерности Вселенной первыми заговорили физики. Им удалось доказать, правда, пока только теоретически, что пространство и время категории относительны. Пространство и время представляют из себя некий континуум, где в нем присутствует одновременно и вчера, и сегодня, и завтра. И наше место, и место там в нескольких миллионах световых лет от нас. Все это спрессовано и завязано в единую такую, как бы, субстанцию, что ли, типа губки. С 2010 года ученые ведут исследования элементарных частиц в Большом Андронном коллайдере, пытаясь доказать, что Вселенная многомерна и создать порталы в параллельные миры. Уже сегодня результаты экспериментов ставят ученых в тупик, потому что элементарные частицы ведут себя странно, иногда как частицы, иногда как волны. то, что мы называем материей, на самом деле является видом энергии. Ну, это еще в школе проходили, да, что материя – вид энергии. Только вот такой вот особый вид, который мы воспринимаем, как нечто плотное, твердое, материальное. И вот этот вот вид материи, плотный, материальный, он может и совершенно по-другому быть сконфигурирован. Энергия может принять совершенно другую форму, и из микрочастиц, микрообъектов будет собран другой, но совершенно плотный, такой же материальный мир. Это подтверждает гипотезу о возможном существовании параллельных миров. Обычно люди их не видят, но в определенных местах, которые ученые называют аномальными, человек может заглянуть в параллельную реальность. Что же такое аномальные зоны? Ученые предполагают, что это места, где проходят тектонические разломы, поэтому там изменяются геомагнитные показатели. Изотерики считают, что это области, сохраняющие информационные отпечатки прошлого. А исследователи аномальных явлений уверены, что это порталы в параллельные миры. Но однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Продолжение следует...